Они не сильно работают на социальных работах, как терапевт, например, кто-то учителем работает. И они могут использовать медитацию в социальной работе своей? Да, конечно. У кого-то даже не совсем гуманитарная работа. Обычная работа. Чтобы понять одну вещь, что бы вы ни делали, вы должны понимать, вы знаете это или нет, достигли вы этого или не достигли. Кто-то, например, проводит медитационный кэмп. Они приходят, проходят группу. И во время группы кто-то может подойти к групп-лидеру и поклониться. И вот там происходит проверка на групп-лидерам. Если он начинает этим наслаждаться, говорит, что это я, я. Вот я их учу, и они поклоняются мне. И вот тут нужно быть очень осторожным, потому что эго в секунду пробуждается. Считают, что это принадлежит эго. Ну вот я тоже, например, своим ученикам говорю, идите, проводите кэмпы, ретриты. И вот с ними может случиться такое. И вот иногда они даже показывают что-то фальшивое. Но однажды им придется за это заплатить. Эго возникает в любой момент. Кто-нибудь подходит к вам и говорит, о, ты так прекрасен. О, тут сразу эго просыпается. О, это я. А если оно приходит, то оно может продолжать, продолжать. Делиться это прекрасно. Вы можете делиться медитацией. Если вы кого-то учите медитацией, это тоже очень полезно и для вас. Потому что когда вы сидите, кто-то приходит. Подсаживается и начинается медитация. Даже если вы просто где-то сидите в медитации. Кто-то приходит, подсаживается и начинается медитация. Некоторые приглашают к себе домой или в медитационный центр. Иногда, когда вы одни, вы не хотите медитировать. Поэтому я говорю, если у вас нет центра, вы можете превратить медитационный центр в свой дом. Пусть люди приходят, учите их медитировать. Но, единственное, вы должны быть очень осознаны. Не давайте лекций. Новые люди приходят, начинают спрашивать вас о том или об этом. Миллионы вопросов. Что такое медитация? Что я могу получить? Куда я приду? Потом вы начинаете давать лекции, дискурсы. Вот это очень плохо. Вот в прошлом году, или два года назад, я приехал в Италию. Я сказал в Италии, открывайте центр, учите медитацию. Мастер рассказывал про свою ученицу. И она сказала, это очень сложно. Сказал, почему? Они каждый раз мне звонят. У меня вот эта проблема, та проблема. Что делать? И я постоянно нахожусь в беспокойстве каком-то. И когда они начинают медитировать, то они начинают меня спрашивать, вот я начинаю медитировать, как освободиться от этого или от этого. Мастер сказал, а что ты тогда делала? Она говорит, ну я мне приходил что-то говорить. Она говорит, ну тогда ты еще более беспокойный человек, чем они. Ты должна говорить правду. Тогда говори просто, что я такая же, как и вы. Такие же проблемы, как и у вас. Я ничего не знаю. Вот тогда ты будешь настоящим. Я всего лишь учениц, ученик. Я следую за мастером. И иногда я тоже мне бывает хорошо, иногда плохо, иногда я очень страдаю. И у меня нет никаких ответов. А она говорит, о, тогда они будут считать, что я ничего не знаю. Мастер говорит, да. Почему ты хочешь делиться фальш? Ты ничего не достигла и начинаешь давать ответы. Говори всегда четко. Говори всегда четко. Я знаю техники медитационные. Мастер мне сказал, делай это, делай то. Я следую тому. И если вы спрашиваете меня, то я иногда чувствую себя плохо, иногда хорошо. Я до сих пор в поиске, еще в путешествии. Я лишь создаю возможность для медитации. Люди приходят и начинают тебя что-то спрашивать. А ты ничего не знаешь. Люди тогда говорят, что она ничего не знает. Но ты должна быть осознанной. И ты должна говорить только то, что ты знаешь. Вот тогда это настоящий путь. Иначе ты будешь постоянно кружиться на одном месте. Иногда будешь… Показывать технику, учить технике – это прекрасно. Но почему-то люди начинают давать ответы. Как только вы начинаете медитировать, через два года вы начинаете давать всем ответы. Приходите даже в свои семьи и говорите, так, давай слушай меня. А вас никто не слушает на самом деле. И вот это неправильно. Это приобретенные знания. Вы слышали от мастера. Но мастер говорит из сознания, из истины. И такие вот поступки, когда вы говорите из приобретенных зданий – это темнота. Вот кто-то читает Библию. Это то, что сказал Иисус. То, что сказал Иисус – это истина. И если вы начинаете по Библии кого-то учить, он говорит, что… И вот те, кто начинает учить по Библии, по Курану, давать лекции – это очень плохо. Потому что это не их знания. И пока мастер жив, на самом деле никто особо не решается учить его знания. Но вот как только он уходит, появляется огромное количество учителей. Ну, это неправильный путь. Нужно следовать только тому, что вы знаете. Лучший путь этот сказать я не знаю. Я такой же, как и ты. Я вот пробую уже много лет. Ты тоже можешь попробовать. Иногда очень высоко чувствуешь себя. Иногда вот чувствуешь себя очень низко. Какое случается? Ну, если хочешь, вот можешь послушать дискурс мастера. Я думаю, что это работает мастер. Это не мастер. Я не знаю, почему я отвечаю. Я не слушаю. Я не слушаю. Тогда окей. Я не говорю. Но все должно быть. Все должно быть. Все должно быть. Медитация. Что бы вы ни делали. Хорошая работа, плохая работа у вас. Это не важно. Важно то, как вы делаете работу. Вы делаете это осознанно или неосознанно? Эго. Не должно быть эго. Как только приходит эго. Но если вы будете это делать осознанно, эго не будет. Помните об этом. Если вы что-то делаете, осознанно эго не будет. Как только исчезает осознанно, вот тут появляется эго. Многие группы лидеров проявляют свое эго. Я группа лидер. Я терапевт. Я терапевт. Я терапевт. Я терапевт. Я показываю их эго. Я говорю, я говорю что вы являли мелкий гур. в мастерах города. Он говорит сейчас про вошу саньясу. Потому что вошу саньясу люди, кто групп лидеры носят черную одежду. И вот он говорит, что даже иногда групп лидеры одевают черную одежду, а все остальные в мароновых робах, и они чувствуют свое эго. Говорят, о, вот эти все в мароновых робах, а я в черной одежде. И вот тут возникает эго. Только возникает из любой чуши. Поэтому надо наблюдать за этими вещами. Ну и в то же время такая феноменальная вещь, что происходит в любом случае тренировка. Потому что когда-то однажды придет настоящая истина, и придется также делиться. делиться из истины. Ну и если вы делаете медитацию, если вы осознанно, эго не возникнет. Когда вы даже можете регулировать эти вещи, вы начнете понимать, «О, сейчас я в эго». происходит так, что когда приходит эго, он заканчивает, может закончить тут же ваше эго. и такое происходит. В то же время вокруг мастера возникает очень много эгоистов. Очень много эго возникает. Но это его работа тоже. Сначала он наполняет эгом, а потом начинает рубить. Потому что если эго мало, ну а что заканчивает тогда? Вот как колодец, например. Вы заливаете туда воду, заливаете, а там нет воды, она уходит. Вот работа мастера такая же. Наполняет, наполняет, наполняет и смотрит, сколько еще эго может существовать. Что-то еще? Хорошо.